Добрый вечер! Вы смотрите общественное политическое ток-шоу «Говорите правду». Самые важные поправки в Конституцию для россиян, по мнению социологов, касаются защиты государственной целостности, суверенитета, социального блока и сохранения исторической правды. В Конституцию предлагают внести 206 поправок. 1 июля — общий российский день голосования. Само оно будет проходить с 25 июня, тогда же откроются избирательные участки. У нас есть неделя, чтобы сделать выбор. В этой студии «Говорите правду» мы начинаем голосование прямо сейчас в социальных сетях нашего канала. Присылайте ваши вопросы туда и на почту, и присоединяйтесь к нашей дискуссии. Вопрос, конечно же, есть и у нас. Могут ли в Крыму обеспечить меры санитарной безопасности во время голосования? Исторический выбор до старта общероссийского голосования осталось 7 дней. Решение, которое определит вектор развития страны. Общественный запрос и требования к власти. Основной закон как барометр времени и настроений. Сегодня говорим об этом. Наши гости. Андрей Казенко — депутат Государственной Думы Российской Федерации. Алла Пономаренко — заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым. Сергей Селимов — председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. Александр Бедрицкий — кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра. Владимир Орехов — доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернацкого. И Александр Шевцов — историк. Итак, основной закон страны 1993 года работает уже 27 лет. Хотя сегодня в мире средний возраст жизни Конституции — 17 лет, так считают эксперты. Хочу спросить у вас, а чего вы ожидаете от этой перезагрузки, Александр? От перезагрузки? Прежде всего, страна растет, страна изменяется. И это требует внесения определенных поправок в основной закон. Тем более, если принимать во внимание, когда и при каких обстоятельствах была принята предыдущая Конституция. 1993 год, после острейшего конституционного кризиса, после расстрела Белого дома, после противостояния президента на тот момент Бориса Ельцина и парламента, в тяжелейших условиях она отражала на тот период интересы, ну, вполне определенной группы людей. — Владимир, вам зачем перезагрузка? Вот лично для вас, как для гражданина Российской Федерации? — Ну, вы знаете, мне кажется, что риски, которые возникают сегодня в мире, они гораздо быстрее возникают, чем это было, там, 50-100 лет назад. У нас слишком быстрая стала жизнь. И вот риски, которые появились перед нашим государством, перед нашим обществом, они, может, некоторые давно появились, но мы их только сейчас начинаем осознавать. Это касается и вопроса языка, и вопроса исторической памяти, и прочего. И мы должны не просто их осознать, мы должны как-то зафиксировать свои отношения, как бы спрогнозировать и предупредить перспективу, которая будет. Вот сегодня мы можем это сделать. — Александр? — Дело в том, что Конституция — это живой документ. Жизнь идет, накапливаются какие-то проблемы, появляются какие-то вызовы. На эти вызовы нужно давать своевременный ответ. Вот такой ответ сегодня подготовлен. Это вопросы, связанные с сохранением нашего культурного и исторического наследия. Это вопросы, связанные с территориальной ценностью, а Крым это касается в первую очередь. Это вопросы семьи, это вопросы подчинения различных властных структур. Полномочия президента, полномочия местных органов самоуправления, собственно, федеральных властей. Очень много проблем накопилось, их надо решать. — Это все, что сегодня касается каждого из нас и, прежде всего, лежит в основе нашей жизни, Андрей? — Новая Конституция — это, прежде всего, защищенность наших граждан, уверенность в завтрашнем дне, защита политическая, социальная, экономическая, военная, в конце концов. Поэтому вот все, что сегодня в рамках Конституции мы обсуждаем, все это направлено на защиту наших граждан, наших соотечественников и рассчитано, чтобы этот механизм работал долгие десятилетия. — Вы знаете, мы крымчане, живем только шесть лет по Конституции Российской Федерации. И то мы видим, что за этот короткий промежуток времени произошло очень много изменений и в мире, и в нашей стране. И поэтому, конечно же, новые изменения, которые будут внесены в Конституцию, конечно же, прежде всего направлены на защиту человека. Самое главное — человек в нашем государстве. И поэтому я ожидаю очень многое от принятия Конституции. — А чего ждаете вы, Сергей, от этой перезагрузки и обновления? — Смотрите, Конституция — это инструмент. Это в информационном поле только все время говорят о том, что Конституция — это важный закон на все времена. Нет, это инструмент, которым пользуются жители нашей страны. И если этот инструмент изнашивается, то нам нужен новый инструмент. И когда мы этим инструментом новым воспользуемся, мы сможем наладить многие вещи, которые не получается наладить до сих пор. — Вы говорите сейчас о прикладной функции. Вы знаете, более 96 тысяч участков организуют для голосования по всей стране. Во всех регионах изготовят 108,5 миллиона бюллетеней. Поправки в Конституцию помогут стране сделать еще один шаг к демократическому обществу. Вот так сказал президент. Вот его цитата. У нас общий исторический код, нравственные устои. Для нас безусловное уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре. Сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших традиций. Границы. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные стержневые принципы в Конституцию России. И как отметил ранее Владимир Путин, поправки продиктованы самой жизнью. И очень важно, чтобы именно граждане Российской Федерации были авторами этих поправок. Россия в 1993 году и Россия в 2020 году, я думаю, вы согласитесь, это абсолютно две разные страны. И тут даже скептики не станут спорить. Итак, путь страны и выбор. Поэтический взгляд Николая Уварова. Внимание на экран. Сразу после того, как закончилась самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества, началось противостояние идеологии. Холодная война, которая доказала всему миру, что великой державе защищать и отстаивать свои интересы приходится и в мирное время. Помните, как у Николая Васильевича Гоголя сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слезы? Защищать и отстаивать историческую правду приходится, равно как и любую истину, перед теми, для кого ложь – это рабочий инструмент наживы. Для миллиона наших земляков героические страницы Великой Отечественной – святое. Для ветеранов и участников – алтарь горя, которому сложно вернуться даже в мыслях. Стихи Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью истина проста, Никогда не возвращайся в прежние места, Даже если пепелище выглядит вполне, Не найти того, что ищу, ни тебе, ни мне. Путешествия в обратно я бы запретил, Я прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет, И на валенках уеду в сорок пятый год. В сорок пятом угадаю, там, где, боже мой, Будет мама молодая и отец живой». Русский язык особенно хорош в поэзии, Как и красота природы. Посмотрите на это великолепие. Разве от родной земли можно отказаться Или разделить ее с чужим? Андрей Вознесенский «Ты меня не оставляй, Всюду слышу голос твой, Слышу эхо над рекой, Ты меня не оставляй. Ты всегда во мне мой край, Детство старенький трамвай, Ты меня не оставляй, Душу мне не растравляй. Все красивые слова без тебя равны нулю. Не оставлю я тебя, Жизнь, я так тебя люблю. Я живу не по уму, А как сердце мне велит. Для тебя я не умру, Стану горсточкой земли». Вы знаете, а я в продолжении хочу вспомнить Тютчева, 1866 год. Умом Россию не понять, Оршином общим не измерить. У ней особенное стать, В Россию можно только верить. Почему, на ваш взгляд, сегодня либералы так боятся этого голосования? Почему они хотят его сорвать, вплоть до бойкотов и каких-то своих стратегий? Чего боятся? На самом деле здесь не только либералы, они сошлись с левыми. И это очень интересный момент. С коммунистами, например, которые выступают против поправок. И ситуация интересна тем, что нынешние поправки – это ведь не просто внесение изменений в основной закон государства. Это еще и определенный вотум доверия по отношению к президенту, к Владимиру Путину. Это вотум доверия к изменениям, которые, безусловно, будут после принятия поправок. Разумеется, если они будут приняты. И, разумеется, это будет означать невозможность такого реванша, который они хотели, очень хотели вернуть. Чтобы было все как по-старому. Причем по-старому вот такая веха, она водораздела. Это 2014 год. До Крыма и после Крыма. Санкции были бы и с Крымом, и без Крыма придумали бы что-нибудь другое. Это вопросов не вызывает. А вот то, что очень многие, в том числе и находящиеся во многих властных структурах, хотели бы вернуться к тому моменту, когда могли ездить свободно на Запад, когда не было санкций, направленных именно против них, когда можно было поехать к себе на виллу в Майами или в Испанию. Вот этого очень хотят как-то вернуть обратно. Чтобы было как при бабушке. А как вы считаете, чего сегодня все-таки стоит бояться? Неужели конституция, голосование, это так страшно? Мне кажется, стоит бояться сильного разобщения в нашем обществе. Это самое главное. И мы должны сделать все для того, чтобы люди поняли, что эти поправки, которые сейчас вносятся, все-таки это направлено на людей и для людей. И, конечно же, лучше вернуться в те времена, когда было не так, как сегодня. И мы же видим, что пандемия, которую мы проходим, еще до конца не прошли. Она ведь действительно подтвердила, что изменения в Конституцию должны быть внесены по многим параметрам. И я убеждена, что здравомыслящие люди нашего государства, те, кто действительно любят свою страну, они поддерживают все эти поправки. Но поддерживают ведь не все. Оппозиция говорит, что да. Мы же о здравомыслящих говорим. Оппозиция это кто? Несистенная оппозиция, да, которая сегодня есть. Если положить на чашу весов оппозицию и мнение подавляющего большинства жителей нашей страны, ну это совершенно разные вещи. Знаете, вы очень правильное слово сказали, в Россию можно только верить. Я вообще добавил, это веру и укреплять. Поэтому вот эти поправки, они, в общем-то, и укрепляют нашу государственность. Вы спрашиваете, а чего нам нужно бояться? Нашей стране нужно бояться, прежде всего, политических противостояний. Мне бы, как гражданину в прошлой жизни другой страны, не хотелось бы видеть нашу страну погрязшей в каких-то противостояниях, в жуткой социальной напряженности. Это же происходит в соседней стране, на наших глазах. Поэтому сегодня наша задача укрепить Россию. Сегодня у нас есть лидер, национальный лидер. Сегодня мы в нашей конституции закрепляем нашу национальную идеологию, основой которой является патриотизм. Вот это все крайне важно, потому что сегодня очень многие бы хотели, как за рубежом, и вот экспортируют нам вот такую вот оппозиционность, да, начинают устраивать пляски в церквях, а мы в конституции говорим, что наш фундамент – это вера в Бога, устраивают межнациональные конфликты, а мы говорим о многообразии культур Российской Федерации. Сегодня, да, в конституции закреплен русский язык в качестве государственного, посмотрите поправку, наряду с многообразием национальных языков. Это уважение ко всем жителям нашей большой страны. Мы вот говорим, что конституции 27 лет, но тем не менее она единожды менялась. Это повлияло на нашу судьбу, на судьбу крымчан. Неужели те 46 статей, в которые вносятся поправки, не повлияют на жизнь каждого россиянина? Я уверен, что повлияют 100%. Каждый должен почувствовать на себе лучшую сторону, безусловно. Фундамент, который сегодня прописан в основе Конституции – это именно наши социальные гарантии, это наше будущее. Как вы считаете, Александр? Да, в какой-то степени это будущее, но оно основано и на прошлом. Мы должны бережно относиться к прошлому. Поправка, поправка. Еще выдающийся мыслитель Иван Александрович Ильин как-то говорил, что нужно опасаться денационализации народа. Ибо денационализированный народ превращается в исторический мусор, исторический песок. Вот оппозиция, она и хотела, чтобы наша страна стала вот этим удобрением для Запада. Рынком сбыта, поставщиком дешевой рабочей силы и так далее. А мы хотим сохранить и свой суверенитет, сохранить свою, слава богу, великолепную, блистательную историю. Культуру, традиции. Ну, я уже не говорю о культуре. Мы особая цивилизация. На Западе этого знать не хотят. Вот, кстати говоря, уровень нашего президента, да, и уровень американского президента. Сегодня скандал разразился. Оказывается, один из бывших соратников Трампа поведал нам, что Трамп задавал вопрос, а Финляндия входит в состав России или не ходит? Это уровень политика, да? А мы знаем свою историю. Мы знаем, кому предоставили в свое время независимость, как это происходило со всеми вытекающими. Вы знаете, само обсуждение основного закона страны, по мнению экспертов, стало таким своеобразным тестом на гражданское сознание. Ведь участвовала вся страна, более тысячи писем от россиян получила общественная палата. Предложения приходят и до сих пор. Вот это и есть индикатор общественного запроса. Но критики все-таки сегодня говорят о том, что ну уж слишком все быстро, ну чего они так торопятся. Что можно сказать тем, кто говорит, что Путин переписывает Конституцию под себя? Вот у нас есть мнение Бориса Якименко, заместителя директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов. Мы с ним связались перед эфиром. Давайте послушаем. Путин как раз мог бы сделать сейчас Конституцию под себя. Ее бы приняли, и никто бы никого не спрашивал. Ну просто взяли бы и написали. Ельцин кого-то спрашивал в 93-м году, писать ему Конституцию или нет. А Сталин кого-то спрашивал. Поэтому в том-то все и дело, что предложено всем сегодня участвовать в обсуждении поправок. Их были присланы, как мы знаем, на обсуждение тысячи. Громадная работа была проделана для того, чтобы эти поправки были утверждены и приняты. Потому что было очень много всякой фантасмагории. И сегодня нам предлагается за них голосовать. И все вот эти гнилые разговоры о том, что да все равно что-то там нарисую, да не надо никуда ходить. Вообще интересная получается история. Ходить не надо, потому что толку нет. Не ходи, надо не ходить, потому что все равно тоже толку нет. То есть непонятно даже в данном случае, то есть ничего не надо делать, потому что якобы уже все предрешено. Если так рассуждать, то конечно оно будет предрешено. Государство говорит, пожалуйста, граждане, давайте поучаствуем в создании новой Конституции. Потом какая-то часть граждан говорит, нет, мы не будем в этом участвовать, пропадя, но пропадом, потому что это все равно неэффективно. То есть они свое право участвовать в создании Конституции отдают кому-то другому. Потом, когда она будет принята, они станут орать, а мы в этом не участвовали. Мы не хотим согласиться с тем, что там написано. Подождите, у вас было право, вы его делегировали кому-то другому. А теперь вы говорите, вам что-то не нравится. Понимаете, это спекуляция, когда совершенно все равно против чего выступать, лишь бы попадать на первые полосы средств массовой информации. Вы согласны, что вот такая пассивная гражданская позиция сегодня это спекуляция? Есть один момент. Как можно делать Конституцию под себя, отказываясь от части своих полномочий, что сделал президент? Президент ответил на критику коммунистов, прежде всего, в парламент. Где представлены различные партии. Пожалуйста, назначайте министров, обсуждайте их кандидатуру в спорте. Но если сейчас кандидатуру премьер-министра назначает, прежде всего, президент Российской Федерации, согласие Государственной Думы, то непосредственно после всех этих поправок эта часть полномочий, она будет уже передана парламенту. Подтверждение, что не под себя. Но это был его ответ на критику олигархов. Некоторые левые, которые тоже так говорят о какой-то диктатуре или отказываются вообще голосовать за Конституцию, за поправки, мотивируя вроде бы так громкими фразами и социально вроде бы правильно сконструированными. Но тут такой момент очень щекотливый. Когда говорят о... или подозревают президента в попытке какие-то полномочия себе присвоить или расширить их, забывая о том, что в свое время эти товарищи диктатуру пролетариата приветствовали. И не диктатуру пролетариата как класса, а по сути диктатуру одного человека, одного вождя. Вот вначале бы этим товарищам покаяться, прежде чем каким-то образом, ну, говорить о том, что не надо голосовать за эти поправки. Я хочу узнать, у вас, Владимир, все-таки активная гражданская позиция сегодня или пассивная гражданская позиция? Мне кажется, что нам нужно говорить не о призывах к пассивности профессиональных политиков, а заниматься общим настроением. А в общем, вот это пассивное настроение чаще всего сводится к тому, что непонятно суть той или иной поправки. Да, люди не знают о чем. Например, вот поправка в русском языке, она фиксирует государственный, 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 статус русского языка. Казалось бы, а зачем такая поправка, если все этим и так довольны? Это естественно сложившаяся ситуация, никто не посягает на русский язык. Но дело в том, что никто не даст гарантии, что через год, два, пятнадцать лет не появится политическая сила, которая не начнет спекулировать на статусе русского языка. Как это произошло у наших соседей на севере. Там естественная ситуация языковая, это двуязычие. Она всех устраивала, пока на этой почве не начались спекуляции, задолго до Майдана. Потом это привело к разделению украинского общества. В конце концов запустило центробежные силы такой мощи, который разорвали украинское государство. Вы согласны, что сегодня язык это живая история народа? Сохранить его культуру и традиции значит, по сути, сохранить страну. Давайте посмотрим, как звучит текст поправки о русском языке. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государства, образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов. Вот скажите мне, но ведь есть закон о статусе языка. Прежде всего, вот текст поправки. Русский язык является государственным. Зачем закреплять на уровне конституции? Что это будет означать для каждого из нас? Это конституция основной закон. Чем выше статус закона, тем лучше это для русского языка. Когда я говорю о том, что на Украине такая ситуация произошла, первые ласточки этих процессов происходят уже у нас. Я напомню скандал 19-го года, когда профессор высшей школы экономики, по-моему, Гусейнов, его фамилия, в прошлом году заявил, что русский язык – это клаачный язык, недоделанный, так сказать, язык, да, образованные люди там на английском, на ком угодно. Чем общество ответило на этот наглый вызов? Профессора, который сегодня работает и учит студентам тому, что русский язык – клаачный язык. Профессор одного из ведущих, как они себя позиционируют, учебных заведений, для ничем, кроме возмущения, в социальных сетях. Он продолжает работать. Это пробный камешек. Таких камешков на Украине сначала была масса. Если не реагировать адекватно на вот эти вот, на прощупывание нашего отношения к атакам на наши фундаментальные ценности, завтра из этих камешков произойдет камнепад, сопротивляться которого мы не сможем, так же, как вот на Украине не сможем сопротивляться. А вот уточни, этой поправки языка, как язык государства, образующего народа, он сегодня, вот именно эта поправка, она не может понизить статус и права других народов? Ну, во-первых, в Конституции изначально было записано, это не убирается, что мы сохраняем все национальные языки. Это раз. Во-вторых, русский язык – это язык не только этнических русских. Русский язык – это достояние всех народов Российской Федерации, а до этого Российской Империи. Потому что, если мы посмотрим даже на классиков русской литературы, которые являются основоположниками русского языка, мы там этнически чистых русских найдем не так уж и много. Давайте у нас Пушкин – араб, Державин – татарин, Жуковский – наполовину турок, Лермонтов – шотландец, Владимир Иванович Даль, автор словаря живого великорусского языка, «Датчанин». Это общее достояние всех народов Российской Федерации. Ну и у нас в стране сегодня 193 народа говорят на 277 языках и диалектах, а 100 языков изучаются в системе образования, и все сбалансировано. Но у нас ведь субъектам дано право определять у себя на территории субъектов те языки, кроме русского, на которых будет говорить данный субъект. У нас в Крыму три государственных языка. У нас школы с крымско-татарским языком обучения. То есть каждый субъект определит для себя тот язык, население, которое проживает на данной территории. Поэтому в Конституцию очень правильно абсолютно вносится эта поправка. Но в связи с тем, что нас так много, мы все равно должны понимать общий язык. И, конечно, это русский язык. Я хочу вернуться к политическим поправкам. Вот единая система публичной власти. Она поможет сегодня решить проблему разрыва между государственным и муниципальными уровнями управления? Безусловно, у нас должна быть жесткая вертикаль от президента до муниципального служащего депутата сельского поселения. Вот эта законодательная, представительная вертикаль, она нужна не власти, она нужна людям, для того, чтобы понимать, кто за что отвечает, какие направления курирует. Поэтому вот сегодня президент, уже отметили, президент делится своими полномочиями и отдает часть федеральному собранию, Совету Федерации, Государственной Думы. Точно так же и региональные, и муниципальные органы власти теперь распределяют полномочия. И вот главное в этом смысле людям, ни у кого какие полномочия, а чтобы власть качественно выполняла возложенные на них функции. Вот это основная задача формирования этой вертикали. Вы знаете, ситуация с коронавирусом по стране показала, что на разных уровнях власть друг от друга перебрасывает свои полномочия. Поэтому сегодня необходимо четко выстроить вот эту единую систему публичной власти и встроить в нее местное самоуправление. Это необходимо? Дело в том, что местное самоуправление, оно с одной стороны уже и так... Самостоятельно, да. Статью 12-го никто не изменяет. То есть оно рабочее, это рабочие механизмы, которые так или иначе, они регулируются. Почему необходимо было перераспределение определенных полномочий? Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что партийная система, она не только у нас в стране, она во всем мире переживает период кризиса. И поэтому, чтобы придать хоть какой-то дополнительный импульс парламентаризму, парламенту, партийной системе, производится вот перераспределение полномочий, то, которое записано в поправках. То есть то, что парламенту придается больший вес, это означает то, что парламент будет играть большую роль во внутренней политике России. Это означает то, что интерес к парламентскому жизни, к партийному строительству, он должен увеличиться. С другой стороны, как раз выстраивание баланса между законодательной властью и исполнительной властью, оно как раз должно балансироваться. То есть мы понимаем, что закон пишется не для одного человека и не на один день. Если бы на один день, ну, все бы нас устроило, все замечательно, давайте вообще законами не заниматься. У нас умные правители, они знают, как решать. Но беда в том, что люди бывают разные. Вот сегодня один, завтра другой. Ну, не завтра, а там через 10 лет, через 20 лет. Так вот, заложить фундамент достаточно устойчивой политической системы, это очень важно. Вы знаете, эксперты считают, что российская конституция, она может сегодня стать самой прогрессивной. Это мнение Андрея Клишеса, председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Мы с ним связались перед эфиром, и вот что он сказал. Осенью парламент начнет рассматривать очередные предложения правительства по бюджету на следующий год, на перспективный период. И важно, чтобы парламент работал в условиях уже действующей конституции, в новой редакции, по сути. Чтобы это было частью основного закона. Иначе очень многие вещи, ну, просто могут быть не учтены. И я очень надеюсь на то, что люди понимают, что те принципы, которые заложены сегодня в законопоправках, они обязательно должны стать конституционной нормой. И органы власти должны действовать именно исходя из конституции, исходя из тех обязательств, которые конституция накладывает на все органы государственной власти, от федеральных до муниципальных, для того, чтобы вот эти новые подходы, о которых сказал президент, подходы, связанные с социально ориентированной политикой, Они нашли выражение в наших законах, в законе о бюджете и в подзаконных актах, которые принимаются на федеральном уровне, а также в законодательстве субъектов Российской Федерации. Это очень важно. Именно поэтому необходимо проголосовать и поддержать конституционные поправки. Они должны стать частью основного закона страны. Они должны задавать ориентир и они должны иметь обязывающее, императивное воздействие на все органы государственной власти, которые наделены полномочиями для принятия решений. Поэтому социальные поправки, поправки, связанные с закреплением территориальной целостности, суверенитета, они обязательно должны стать частью конституции. Это говорит о том, что наше общество, наше государство находится на принципиально новом уровне развития и органы государственной власти будут принципиально иначе ориентированы на то, как необходимо работать с социальными ожиданиями граждан. Безусловно, эти поправки достойны уровня конституции и я очень надеюсь, что результаты общероссийского голосования это только подтвердят. Вот эти изменения, на ваш взгляд, Сергей, они все-таки сегодня отвечают социальному запросу населения? Вот здесь уже много поднимали разных тем. Давайте согласимся с тем, что Запад на развалинах Советского Союза очень сильно поднялся, обогатился и все остальное. И мы знаем, что в 1999 году во всех регионах России шел разговор о том, что пора бы еще раз поделиться и уже окончательно разделиться. И это в том числе влияние той конституции, которая в 1993 году, все это понимают, была навязана. И только появление лидера, который может удержать это все в своих руках, позволило сохранить то, что было, приумножить в 2014 году. И опять же повторюсь, прикладная. Законы не появляются просто так. Это запрос общества. И Конституция в данном случае это тоже запрос общества. Да, есть те поправки, которые нравятся одним. Да, есть поправки, которые нравятся другим. Но и возможность есть. Придите и скажите нет. Придите и скажите да. Это же вас спросили. Воле изъявления. Говорят о том, что я бы не называл, конечно, людей, которые против поправок оппозиции, потому что мы даем возможность каждому высказаться. И если вы против, тогда нет. Если вы за, тогда да. Я говорила о бойкоте, о срывах именно самого голосования. Я не думаю, что будет бойкот массовый. Дело в том, что изменения назрели. И надо определяться, в каком направлении мы идем. Для этого стоит прийти и проголосовать. Здесь говорят о том, что левые бойкотируют. Дело в том, что когда будет принята новая конституция, она будет более легитимна, чем конституция 93-го года. А если они рассчитывали захватить власть, прийти к власти, то и конституция, принята в 93-м году, для них была бы уже и незаконной. Ее можно было бы признать незаконной в связи с тем, что события, которые были в 93-м году, они вполне спорны. Поэтому не надо делить, надо больше, больше рассказывать о поправках. И давайте признаемся, что конституцию от корки до корки в нашей стране прочитало не так много людей. А процитировать статью может еще меньше. И сейчас с этим связано тоже очень много опасений от этого голосования. Потому что зачем чего-то менять, я и до этого не читал. Зачем чего-то менять, если работает все равно по-другому. Тем не менее, в участии практически принимала вся страна. То есть такого количества людей заинтересованы, которые в этом диалоге общественном присылали свои предложения. До сих пор приходят предложения? Естественно, и будут приходить предложения. Мы работаем в органах государственной власти. Предложения есть каждый день. И не только в конституцию. Важная поправка. Поправка о запрете на второе гражданство и целый ряд других ограничений будут введены для чиновников. Вот это национализация элит. Это то, чего Россия так давно хотела и ждала? Как вы считаете? Безусловно, это одна из основополагающих. Очень многое, кстати сказать, и левые коммунисты говорили о том, что какой-нибудь чиновник имеет вид на жительство в другой стране или гражданство двойное. И тут вот принимается поправка, которая запрещает подобные вещи, и они выступают против. Ну, как непоследовательно. С другой стороны, вот посмотрите, на чем базируется вообще вся критика поправок сейчас. В основном она сводится к одному простому тезису. Все поправки принимаются только ради обнуления президентского срока. А теперь возьмем факты. Просто факты. Сейчас у нас на дворе 20-й год. До следующих президентских выборов 4 года. Ну, как-то рано, согласитесь. Еще неизвестно, как там, что вообще в мире будет через год, мы не знаем, а что через 4, тем более. Принимается предложение в марте. То есть, когда, между 15 января, когда было заявлено о поправках, и мартом, ну, достаточно приличный срок. И изначально это вообще не входило. Но в этот период, по большому счету, даже ранее, но с середины зимы, начала весны, начинаются разговоры о трансфере. Вот все начинают говорить, особенно в таких околополитических кругах, то, что вот надвигается большой трансфер, передают в полномочия и начинают делить трон. На каком основании? И вот эти разговоры, они начинают уже, приобретают определенную политическую силу. Так вот, фраза о обнулении президентских сроков, она не означает, что через 4 года Владимир Путин будет, вернее, будет вообще участвовать в президентской кампании, и тем более, что он будет выбран президентом. Это означает только одну простую вещь. То, что подобные спекуляции, они останавливаются, они полностью теряют смысл сейчас. И это важнейшая составляющая, которую нельзя не учитывать. Андрей, поправка о национализации. Как это вам? Вы знаете, я продолжу все-таки по выборам президента. Мне все поправки подходят, с учетом того, что мы за них голосовали. Их утвердил Совет Федерации, Конституционный суд и президент. И утвердят жители нашей страны. Вы знаете, я вообще более радикально в своих взглядах по отношению к нашему президенту, потому что нам есть чем сравнивать. Потому что все, кто говорит, что президент наш Владимир Владимирович Путин какой-то не такой, они просто не видели всех других, с которыми мы жили, находясь в составе Украины, более 20 лет. Так вот, я вообще, если бы была такая свобода творчества у нас, предложил бы президенту Владимиру Владимировичу Путину пожизненный президентский срок и никаких выборов. Вот это, я бы уверен, поддержало бы большинство крымчан и подавляющее большинство жителей России. Поэтому сегодня, вот не надо спекулировать, у нас сегодня Россия страна номер один в мире. Мы номер один в военно-политической сфере. Сегодня благодаря чему? Благодаря нашему, благодаря кому? Благодаря нашему президенту. Вот если бы не было нашего национального лидера, я уверен, страна была бы совершенно другая. Поэтому вот я в этом искренне уверен, что сегодня просто нужно прекратить все разговоры относительно обсуждения, будут выборы президентские или не будут. Вот если президентские выборы будут, если на них будет президент Путин, то я уверен, подавляющее большинство россиян поддержит его. Вот когда Альтина Терешкова внесла эту поправку в Государственной Думе, мы помним, кто первый, все эти там Навальные, все вот эти вот персонажи оппозиционные, они начали скулить, потому что им, конечно, не нравится и их хозяевам. Не нравится сильная страна, не нравится сильный президент. Они бы хотели здесь все поделить, все отсюда выкачать. И вот тогда, наверное, их бы это устроило. Вот мы их должны очень сильно разочаровать в этом. Я хотела бы продолжить еще, Андрей Дмитриевич, что мы же в Украине живем. У нас президенты менялись практически как перчатки. И мы понимаем, что один президент шел в одну сторону, после выбора в другую мы поворачивались совершенно в диаметрально противоположную сторону и шли в другую сторону. И национальная идея все время менялась в стране. И, наверное, крымчане, как никто другой, должны понимать, что должен быть вот абсолютно согласно сильный президент, тогда будет сильная страна. И, ну, спекулировать на вот этой поправке и занулить все остальные поправки Конституции. Конечно, это работа очень сильная наших оппонентов, которые, сидя на диване и работая в соцсетях, вот поднимают общество и каким-то образом бурлят вот эту, ищут рыбку в воде. Поэтому это наша поправка. Тут есть еще один момент. А вообще откуда взялся этот тезис? Какой же именно? А вот о том, что два срока и не более. Я так полагаю, что когда составляли в 93-м году Конституцию, открыли американский какой-то вариант или документ, оттуда это перекачали и навязывают нам. Есть целый ряд государств, где эти тезисы отсутствуют. Да и в самих Соединенных Штатах, давайте вспомним, Рузвельт на волне популярности был переизбран не два раза, а гораздо больше. Поэтому я не считаю этот вопрос принципиальным. И скорее соглашусь с Андреем Дмитриевичем, что если у нас есть достойный президент, да, и мы видим его курс, видим цель, которую он преследует. Я за то, чтобы и пожизненно оставить. Вы знаете, есть политический анекдот последних лет. Говорит, Ангела Меркель, вступая в пятый свой срок, очень недовольна четвертым сроком Владимира Владимировича. Почему канцлеру пять раз можно? Большой-большой вопрос. У нас сейчас есть мнение Леонида Решетникова, заместителя председателя общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», кандидата исторических наук. Давайте послушаем, что он думает по поводу Конституции. Если мы утвердим эту Конституцию с поправкой, мы выйдем, по крайней мере, из-под того давления прежней Конституции, которая написана исключительно не в интересах России. Я знаю, как она писалась. Многие уже знают об этом пишут, но я даже знал людей, которые ее писали. Эта Конституция написана по лекалам, которые нам задавали Соединенные Штаты Америки, Менецианская комиссия и так далее. Мы сейчас формируем с этими поправками Конституцию подлинно независимого государства. По крайней мере, на 99-95%. А та Конституция – это Конституция зависимого государства. Конституция зависимого государства, Конституция 1993 года. Понятно, что мы уже говорили о том, что она принималась в очень сложный исторический период для страны. То, о чем вы сегодня говорили, буквально только что. Александр, изменения, вы считаете, что сегодня они прежде всего нужны в какой части плоскости, то есть в основном законе страны? Кто-то говорит, что нужно было еще 15 лет говорить об этом, что очень долго ждали. Вы взяли с собой детскую Конституцию? Да, я взял. Сейчас просто обращаю внимание, в почтовые ячички раздают. Ну, в качестве информирования, да, прежде всего. Что я не в курсе, я не знаю, какие поправки носятся, не совсем точно. Почта всех практически обеспечила необходимой информацией. Значит, можно познакомиться и голосовать пакетом, но вполне осознанно за соответствующие изменения в Конституции. Ну, а для меня, например, конечно, ну, есть темы, которые более дороги, может быть, более близки. У меня есть тоже какие-то, может быть, и предложения, которые не вошли в этот перечень, но я так понимаю, что... Вы хотели внести свою поправку? Да, я хотел бы внести свою поправку, больше внимания обратить на образование. Но президент уже откликнулся. Уже есть положение об усилении воспитательной роли в нашей современной школе. Владимир, а как вы считаете, что сегодня необходимо вообще изменения? Дополнительные боли образованию и дополнительные поправки? Образованию. Я думаю, что действительно с нашим образованием нужно работать и что-то нужно менять. Дело в том, что вот старый вариант Конституции, как было сказано, он оставляет очень широкое окно возможностей для развертывания чужих сценариев в России. Много воздуха и воды? Нет, окно возможностей для развертывания чужих сценариев. Например, я имею в виду... Целостность и суверенитет. Скажем, искажение там исторической нашей правды. Ведь она практически не была защищена. Дело в том, что если ты наклеветал на человека отдельного, он подал в суд, тебя оштрафовали, ты вынужден извиниться. Если ты клевещешь на целый народ, на его прошлое, то тебе ничего не угрожает. Практически вот все эти фейки, которые публикуются, а их можно... В отличие от исторической истины, фейки можно продуцировать бесконечно, хоть каждый день по 100 штук. А бороться с ними очень трудно. Так вот, люди, которые формируют эту ложную информацию, они сегодня абсолютно безнаказанно этим занимаются. Поправка Конституции, она дает возможность, становится основанием для разработки законодательной базы, которая будет охранять наше историческое наследие, историческую справедливость, историческую правду, точно так же, как защищается честь и достоинство отдельной личности. В этом отношении и точно так же работает поправка с русским языком. И я полагаю, что нам нужно думать, в конце концов, и с тем, чтобы наше образование защитить от того сценария, который вот ему долгое время навязывался, идти по западному образцу. У нас свои традиции образовательные. Своя школа пришла. Своя школа. У нас почти 300-летняя традиция, скажем, высшей школы. Мы почему-то сегодня, как в 18 веке, начинаем копировать западные образцы. Худшие образцы. Худшие образцы. И я говорю даже сегодня не о пресловутой дистанционной системе, поскольку это действительно вынужденная временная мера. Но это ответ на тот же вызов времени, который был. Я имею в виду вообще в принципе о том, что ученым навязывается вот это правило, что мы должны публиковаться где-то за рубежом, приобретать там популярность. Но мы работаем для своей страны. Ученые нашей страны работают прежде всего в интересах своей страны. И давайте мы будем оценивать их вклад в нашу отечественную науку, а не в науку Соединенных Штатов. Не будем оценивать то, что они работают на западные гранты, а не на наши, которые у нас тоже, кстати, есть. И я уверен, что Конституция это тот документ, который должен совершенствоваться беспрерывно. И если через 2-3 года понадобятся новые поправки, значит нужно вносить новые поправки. И я уверен, что сфера образования очень скоро как раз таки станет предметом вот этого осмысления, всенародного опять же обсуждения, может быть и голосования. Социальные обязательства государства, поправка которую поддерживает больше всего людей, согласно Всероссийскому центру изучения общественного мнения, вот эти поправки, они наполнят нормы конкретным содержанием. И перед эфиром мы связались с Инной Светенко, представителем Комитета Совета Федерации по социальной политике. Итак, почему недостаточно просто федеральных законов, а индексация пенсии должна быть прописана в основном законе страны? Давайте послушаем. Нормы, которые закрепляются в Конституции, они являются незыблемыми. И поэтому хотелось бы кому-то делать индексацию пенсии раз в год. Или хотелось бы делать ее, допустим, один раз в пять лет. Вынуждены будут ведомства и министерства учитывать ту поправку в Конституции, которая говорит о том, что данные изменения в пенсиях должны проходить не реже одного раза в год. И те паравки, связанные с позицией, которая вроде бы и к нашей ментальности имеет полное отношение, но тем не менее, к сожалению, забывается о том, что не только дети являются основой фундамента государства и основным богатством государства, а также и необходимость ухаживать, беречь старшее поколение, вот эта норма появляется в Конституции впервые. И вот мера человечности любого общества, она измеряется отношением вот этого общества, прежде всего, к детям и старикам. Это слова Владимира Легоиды. И, как ты сказал, Конституция – это не икона. Это работающий основной закон, который обеспечивает нас с вами, прежде всего, гарантии государства. – Стабильность социального стандарта, вот сейчас мы говорили об этом, и, как отметил президент, невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции вдруг приостанавливается. Это просто невозможно по определению, поскольку нет ничего выше Конституции. Вот для вас социальные гарантии – это, прежде всего, они играют решающую роль? – Конечно. И не только для меня, но в целом для всех граждан нашей страны. Серьезные социальные гарантии должны быть закреплены постоянно в основном законе государства, в Конституции. Абсолютно согласна с коллегой по Государственной Думе, которая возглавляет Комитет по социальной политике. И, конечно же, те гарантии, которые должны человеку создать комфортную жизнь, уверенность в завтрашнем дне – это все прописано в изменении в Конституцию. И когда говорят о том, что какие-то кого-то правки не устраивают, то, мне кажется, нужно подумать о тех моментах, которые уже прописаны в изменении в Конституцию. Это социальные гарантии каждого нашего гражданина Российской Федерации. Конституция – это стратегия развития нашего общества. И сейчас, особенно в период пандемии, мы увидели, что поддержки требуют наиболее ущемленные слои населения. Это дети и люди старшего поколения. И поэтому, наверное, скажут мои коллеги, что работали как раз для того, чтобы поддержать именно эту категорию. И принимались и указы главы республики. Очень много мер, которые уже работают, мы это видим. То есть мы это видим уже до вступления поправок в Конституцию. Поэтому, конечно же, их нужно закрепить на государственном уровне. И мне кажется, обязательно наши люди – это одно из основных моментов в Конституции для каждого человека. Социальный блок основной упор на него сегодня? Безусловно. Поправки в Конституцию социальные – это определенный социальный стандарт. Минимальный размер оплаты труда, они ниже прожиточного минимума. Индексация… По всей стране, да. По всей стране, поддержка семьи, союза мужчин и женщин, между прочим. Они как-то там какие-то ЛГБТ-сообщества там хотят нам тут навязать какие-то вещи. Такого не будет у нас. Союз мужчин и женщин. Приоритет – это дети. Вот это все – социальный стандарт, который мы просто обязаны будем выдерживать. И тогда никто не будет спекулировать на этом. И просто будут люди чувствовать защиту государства. Потому что сегодня это основа. Это государство должно защищать интересы людей. Это всегда должно быть приоритетом. А Конституция – это наш договор прежде всего с государством. Конституция сегодня – это… Наш определенный гражданский договор, социальный договор. Да, между властью и обществом. Вы знаете, Конституция – это и та самая стяжка, которая лежит в основе всего и прежде всего в основе строительства самого государства. Давайте узнаем, что о предстоящем голосовании думают в Ялте. Одна из самых обсуждаемых поправок – это поправка о здравоохранении. Ее главная задача – перевести эту сферу на новый уровень. Подробнее о том, как это будет происходить, мы поговорим с заместителем директора Ялтинского медицинского колледжа Валерием Александровичем Щаевым. Он, кроме того, работал медиком на протяжении 40 лет. И 36 из них был военным медиком. Приветствую вас, Валерий Александрович. Могли бы сказать, что вы думаете о поправках о здравоохранении? Поправки в Конституцию 2020 года, главное, гарантируют гражданам Российской Федерации оказание доступной и качественной медицинской помощи в любой точке Российской Федерации. То есть это не только крупные города, там Москва или Симферополь, но различные деревни, поселки, мелкие какие-то образования, где, к сожалению, в настоящее время эта помощь не доходит. Что это дает и кто контролирует сейчас наше здравоохранение? Это, конечно, Министерство здравоохранения. Но с принятием новой Конституции ответственность за медицинскую помощь, квалифицированную и доступную, и качественную, будет нести и также муниципальные, и региональные органы. Поэтому всякое неоказание медицинской помощи, приехавшему в Ялту или куда-то, в том числе нарушение Конституции, будет трактоваться как неправильная работа наших региональных органов, потому что они обязаны выполнять требования Конституции и будут нести ответственность за какие-то недостатки. Это очень важно для каждого из нас. Единая государственная политика прежде всего в сфере здравоохранения, то есть гарантия доступности качественной медицинской помощи. Вы знаете, в Конституции ведь не было и понятия ни молодежи, ни молодежной политики. И вот теперь в статью 72-ю включат положение, что молодежная политика сегодня является предметом совместного ведения федерального уровня власти и региональной власти. Прежде всего, что это даст молодежи? Какие гарантии? Или все-таки наконец-таки примут федеральный закон о молодежной политике, которого до сих пор не было? Все верно. И этого закона давно ждет молодежь. Но мы должны понимать, что молодежь все присутствующие здесь. Это нас старит тело, а в голове мы также остаемся молодыми. Вот продолжая предыдущую тему, Алла Аликовна обратилась. В 90-х годах смотрели на то, что происходило молодые. И кого не спроси, что они говорили? Не, я до старости не собираюсь доживать. Да, просто не собираюсь, потому что так я не хочу. И сейчас, молодым 90-х годов, 40 лет, и та поправка, которая сейчас появляется, это их гарантия. Их гарантия, что можно спокойно работать, спокойно встречать старость. И, поверьте, об этом думают молодые. Да, возможно, взбалношное поведение или что-то еще, но молодые думают не только о себе, но и о детях, и о своих родителях. И появление закона о государственной молодежной политике – это важный шаг. Возвращение в школу воспитания, а я напомню, что отменено это было в 85-м году, то есть еще Горбачевым, это правильный шаг, возвращение к правильным ценностям. Сейчас отцы и дети – это конфликт, который длится больше любых других конфликтов на нашей планете. И с каждым годом всегда возникает «О, молодежь уже не та». На самом деле все то, все так, и именно эта молодежь станет государством уже через 5, 7, 10, 12 лет. И поэтому уделять внимание их развитию, их проектам и тому, как они видят будущее – это очень важно. В России сегодня 37 миллионов молодежи. И прежде всего еще одна из поправок, которая касается в том числе и молодежи – это поправка о добровольчестве. В 93-м году вообще такого понятия как такового не было, но никто не знал, что это такое. Сегодня же предлагают в основной закон в 114-ю статью упомянуть именно волонтерство. Вы знаете, я была очень удивлена, насколько активна сегодня гражданская позиция, поскольку на конкурс «Доброволец-2020» в этом году подано более 30 тысяч заявок. В 17-м году их было, ну, меньше двух тысяч. Насколько сегодня вообще добровольчество, НКО и волонтерство достойны быть вот именно в основном законе страны? И их услышали? Достойны однозначно. Но я хочу вам сказать, вы говорите, вот в 93-м году не было такой статьи в Конституции. В Конституции, естественно, такого понятия как «добровольчество» его не было. Но здесь немного старше меня люди стоят, они вам подтвердят о том, что волонтерство – это внутреннее состояние людей, проживающих в нашей стране. Общественный темперамент. Да, и раньше это было пионерия и комсомол. В 93-м году они там не могли появиться. И сейчас, пройдя длинный путь, основной закон возвращается под другим названием, но по своей сути это добровольное желание и молодых, и немолодых помогать тем, кому это нужно. Александр, вы как считаете, было тогда добровольчество и волонтерство? Вы знаете, это характерная особенность, наверное, нашего народа. Только мы не употребляли слово «волонтер», опять же, в защиту русского языка, а говорили о добровольцах, об охотниках, но не тех, которые на живность тут, а которые по охоте выполняют какие-то обязанности. Совершенно справедливо было отмечено, что в 93-м году невозможно было создавать какие-то организации. Я к нашему министру образования в свое время обращался. А почему Министерство образования не поддерживает, скажем, движение юных разведчиков, скаутов? Кстати, пионерская организация, что это было? Это скаутинг, то есть программа «Минус Бог и Король». И первый скаутский отряд возник в нашей стране, в Крыму. Понимаете, вот, кстати, связь, да, истории, чего мы иногда и не знаем. А скауты, они как раз предоставили, программа скаутов предоставляет возможность добровольно, в том числе, оказывать помощь людям, рядом живущим. Ну, мы называли это «Тимуровское движение» в свое время. Это же Гайдаровская книжечка, она не на пустом месте была. Наверное, дед Аркадий Петрович в свое время увидел это движение, отразил в своем знаменитом рассказе, вернее, в повести. Вы знаете, вот сегодня активную гражданскую позицию проявляют и те, кто подал заявку на участие во Всероссийском общественном корпусе «Волонтеры Конституции». Что сегодня делают эти люди? Прежде всего, они на улицах объясняют, какая поправка, суть ее. Давайте скажем о том, что волонтерский корпус последние три месяца участвует в акции «Мы вместе». И вот здесь проделана колоссальная работа, вовлечены новые волонтерские силы, очень большой подъем именно в сложной ситуации произошел. И очень плавно из «Мы вместе» волонтеры перешли в вопрос Конституции. И наличие поправки, которая говорит о волонтерстве и добровольчестве, конечно, их воодушевляет. Сегодня нельзя сказать, что агитировать. Они просто разъясняют. Разъяснение и информирование. Да, они разъясняют те позиции, которые... Работа по разъяснению? Абсолютно. Потому что очень многие просто не понимают ни смысла поправок. Вот, ну, на самом деле, если почитать закон о поправках, то разобраться в нем сложно. Там идут отсылки к определенным статьям. Надо сравнивать со статьями действующей Конституции, где какое изменение. И многие люди просто дезориентированы. А этим очень часто пользуются. И отчасти для этого есть какие-то реальные предпосылки. Ну, допустим, вот говорилось о системе здравоохранения или о системе образования. Но ведь до этого были реформы совершенно провальные, развальные и для медицины, и для образования. Это же возникло не просто так вот с 93-го года. Эти вещи, они принимались уже в 2000-х годах. А сейчас эти поправки, они призваны и, в общем-то, должны стать основой для исправления ситуации. Стать, прежде всего, этим фундаментом, этим базисом. Потому что это основной закон. Естественно, на основной законе опирается, как вот на стержень, нанизывается все остальное. И поэтому вот просто объяснить людям, что значит те или иные поправки, может быть, свести их в блоки определенные. А это тоже можно сделать, потому что там есть социальная направленность, есть, как вы уже говорили, национализация элит. Есть поправки по суверенитету, укреплению суверенитета. Их нужно просто разъяснять и говорить, что именно они дают людям. А дальше люди уже сделают сознательный выбор за или против, это их гражданское право. Ну, если кто-то вот не придет голосовать, а потом, я просто своя позиция, а потом будет говорить, что вот все плохо, все продажно, все вот не так, как должно быть. А какое он право имеет, вот, если он пришел, сделал свой выбор, любой, абсолютно любой, это его право, он гражданин. А если он не пришел, ну что с него взять, о чем говорить? За него просто, как бы, потом, да, говорить о том, что почему за меня решили. Постоянная политическая кампания и политические выборы привели к тому, что люди друг другу иногда не верят и не доверяют. И поэтому, когда люди, которые бескорыстно помогали многие годы, многие месяцы и многие дни, ввязываются в такой процесс, как Конституция, и волонтерам Конституции доверяют больше. Чтобы мы не сказали с экранов, чтобы кто-то еще, да, сегодня наших оппонентов, чтобы они не говорили, человек лучше подойдет к волонтеру, который помогал ему в прошлом году с дровами, либо с картошкой, либо еще с чем-то. А такие по нашей стране волонтеры есть, которые... По сути, само общее российское голосование сегодня это вотум доверия, прежде всего, населению. Безусловно. Я вам хочу сказать еще, вот знаете, в этой дискуссии мы потеряли еще одну вот очень серьезную миссию нашей Конституции на объединение русского мира. Сегодня за пределами нашей Великой Родины живут миллионы наших российских соотечественников. И вот сегодня мы говорим о тех поправках в Конституцию, которые позволят защитить права наших российских соотечественников, проживающих за пределами России. Это Украина, это Донбасс. Далеко ходить не надо. Три с половиной миллионов жителей Донбасса сегодня нуждаются в нашей поддержке и защите. И мы сегодня имеем уникальный шанс защитить их на основании основного закона. На территории Донбасса уже сейчас проживает 200 тысяч человек, которые получили паспорта граждан Российской Федерации. У этих людей наряду с нами уникальный шанс принять участие в голосовании за Конституцию, тем самым защитить в том числе и свои права. Я уверен, что все три с половиной миллиона, проживающие на Донбассе, рано или поздно станут нашими согражданами. Но пока что большинство из них являются гражданами ДНР, ЛНР, Донецкой Луганской Народной Республики. И наша государственная политика должна быть направлена на их защиту. Социальную, языковую, внешнеполитическую. И если этого потребуется, безусловно, военную. Потому что с учетом того, что сегодня Украиной развязана война, по отношению к нашим соотечественникам мы просто не имеем другого пути, кроме как защиты наших соотечественников, россиян, русских, тех, кто считает русский язык, русскую культуру родными, а Россию своей родиной. На Украине сегодня проживает больше 50% именно таких, кто считает Россию своей родиной русскоязычных, русско-культурных. Ну, так сложилось, что на Украине националистическое меньшинство взяло власть. Ну, это естественный процесс, чего там говорить долго. Это, в общем-то, законы политики. Тем не менее, вот у нас уникальный шанс и у всех россиян защитить наших соотечественников. Да мы 6 лет назад совершенно жили в другой стране и ждали хоть кто-то из российских политиков, чтобы на нас обратил внимание в Крыму. Давайте узнаем, что думают о поправках, прежде всего, в Керчи. С нами сейчас на прямую связь выходит Светлана Ермильченко. Света, добрый вечер. Как керчане оценивают важность основных поправок? Здравствуй, Лена. Добрый вечер, уважаемые гости в студии. Жители города Героя считают важной и необходимой каждую из предложенных поправок. Конечно же, наибольшее одобрение среди простых граждан имеют инициативы социального характера. Я хочу вам представить. Рядом со мной сейчас находится генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Татьяна Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Вообще, насколько важно прийти и проголосовать? Я считаю, что необходимость перемен, она уже чувствовалась, она назрела в нашем обществе по целому ряду причин. Это сложная международная ситуация. Это не всегда добрые соседи. Это попытка переделки наших границ, нашей истории. Еще поведение или, я бы сказала, жизнь ряда чиновников в формате вседозволенности. Все это подорожило общество. Оно требовало выхода, оно требовало каких-то решений. И решение было предложено нам самим изменить главный закон нашей жизни. Сделать лучше нашу жизнь, справедливей. И каждый может в этом поучаствовать. Разве это не важно для каждого? Конечно, важно. Какие поправки считаете важными вы конкретно? Я думаю, что для крымчан очень важна поправка, которая говорит о суверенитете и территориальной целости нашей державы. Особо это для крымчан в данной ситуации, потому что мы должны понимать, что жизнь наша стабильна, что мы всегда будем жить на нашей родине, что мы будем всегда жить в России, и что мы никогда, никто не попытается нас повернуть в Бандеровскую Украину. Там, где попрали память наших отцов и дедов. И это в каждой семье. Моего отца, моего деда. Поэтому это недопустимо. И я думаю, что каждый из нас проголосует за эту поправку. Еще очень важны и, допустим, поправка семейные ценности. Скажу одной фразой о том, что это наша миссия поставить точку вырождения рода человеческого. Это прикид природе, это прикид самой жизни. Для крымчан также очень важно, что во власти должны быть патриоты. Есть лозунг. Не верь словам, верь делам. Так вот, когда слова одни с высоких трибун, а на деле чиновник любого ранга учит своих детей за границей, своих родственников лечит за границей, да еще и имеет это гражданство, какой у него мотив поднимать собственное государство до самых высоких высот. Этого нет. Поэтому мы все за эту поправку. Ну и как профессионал я хочу, конечно, проголосовать за поправку о сохранении культурного наследия. Это очень важно для нас, крыльчан в том числе. Потому что мы жители самого древнего города России. И вернувшись в Россию, мы вернули сюда культуру античности. А это очень значимо, имиджево для нашего государства. И поэтому для того, чтобы гордиться этим, это надо суметь сохранить. Татьяна Викторовна, я вас благодарю за то, что вы нашли время, дали нам интервью. Елена, это вся информация. Студия, вам слово. Спасибо большое. На связи со студией была Светлана Ермильченко из Керчи. А я еще раз хочу напомнить, что главным приоритетом в проведении голосования прежде всего сегодня является безопасность. Вот как она будет организована, давайте посмотрим на экран. ЦИК на этой неделе публиковал свои рекомендации. Итак, голосование будет проходить не один, а целых семь дней, чтобы не было скопления людей. Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек. Полностью разведут потоки входящих на участок и покидающих его. Нанесут разметку для соблюдения дистанции в 1,5-2 метра. Всем будут измерять температуру на входе на участок. Паспорт передавать в руки не нужно. Документ достаточно показать сотрудникам избирательной комиссии. Наблюдатели и журналисты также обязаны соблюдать все миробезопасности. Вот интересный вопрос, как будут обеспечивать безопасность прежде всего на дому. Итак, сотрудники избирательных комиссий не будут входить в ваше жилище. У них будут средства дезинфекции для дверной ручки и звонка. В многоквартирных домах голосование пройдет на лестничной клетке, в частных домах голосование пройдет при входе в дом. Безусловно, что сотрудники избирательных комиссий будут обеспечены всеми средствами дезинфекции. Также каждый голосующий на дому получит специальный пакет, в котором будут средства индивидуальной защиты. Как стало известно на этой неделе, ЦИК все-таки будет ежедневно сообщать информацию о количестве проголосовавших, начиная с 25 июня. Какие вообще прогнозы по явке? Мы перед эфиром связались с Валерием Федоровым, генеральным директором Сиросийского центра изучения общественного мнения. Вот что он нам сказал. Специально. По последним данным, порядка 48% россиян, имеющих право голоса, точно собираются прийти 1 июля на участки для голосования или использовать другие возможности. Напомню, в этот раз есть еще как минимум для Москвы и Нижнего Новгорода, двух крупных субъектов федерации, возможность голосовать электронно. Еще порядка четверти опрошенных говорят, что скорее всего проголосуют, но без гарантий. Остальные голосовать не собираются. Таким образом, если две группы точно определившихся и те, кто сказал, что скорее пойдет объединить, получается около двух третей опрошенных, имеющих право голоса. Эта цифра большая, превышает явку на многих из выборов в Государственную Думу, выше только выборы президента. Но я лично считаю, что не будет 66-67%. Наш опыт показывает, что те, кто говорит, что точно придет, они действительно приходят. А те, кто говорит, что скорее придет, большинство из них остается дома, но часть все-таки доходит. Поэтому по нашим ощущениям, я сейчас говорю именно об ощущениях, потому что точный прогноз мы представим ближе к дате голосования, явка будет выше 50%, но, наверное, не очень намного выше. Вот такие прогнозы по явке. Вы согласны с ними, Александр? Тут стоит говорить не столько о прогнозах по явке, о таких факторах. Но вот как коронавирус, он, конечно, очень здорово ударил по политическому процессу. Не только, кстати, у нас в стране, вообще во всем мире, но и у нас, естественно, тоже. Потому что многие люди, которые намечали то, что они абсолютно точно пойдут и проголосуют, сейчас уже начинают колебаться. А вот стоит ли идти? То есть такие настроения, они и есть. Это необходимо признать. Но Элла Памфилова сказала, что в частности голосования безопаснее, чем сходить в магазин, и все меры сегодня в стране делают. С другой стороны, неделя голосования, она, естественно, пойдет в плюс. И это, кстати, сказать, меры безопасности в этих условиях. Но здесь нужно сказать, опять, что во многих странах такое вот продленное голосование, недосрочное даже, а продленное голосование – это нормальная практика. Хотя ее кое-где там критикуют, но не во всех странах. Например, в Соединенных Штатах, в отдельных штатах голосование возможно за месяц до дня голосования. В той же Белоруссии за неделю до голосования открываются участки, и граждане могут прийти. В данных условиях это не только, ну, возможность людям более комфортно почувствовать себя на участках, там, прийти, после работы зайти или когда вот есть время, но и возможность растянуть. Чтобы распределить потоки. Безусловно. Создавать, прежде всего. Либо, ведь что такое 12 человек на участке? А если придут и будут стоять перед дверьми, это тоже не совсем хорошо. А здесь, получается, более комфортные возможности для голосования. Естественно, это несколько повысит явку, потому что, ну, все-таки неделя – это не один день. Но нужно отдавать себе отчет, что коронавирус, он все-таки здорово ударил по политическим процессам. И явка будет ниже, чем она ожидалась, например, там, в январе-феврале. Вы знаете, 2020-й – это не только голосование по поправкам, удар коронавируса, но и главное для страны, и, я думаю, для каждого из нас – это 75-летие Великой Победы. И вот в этот год все чаще происходят информационные атаки с целью снизить роль СССР в Великой Отечественной войне, исказить историю победы, прежде всего, факты. Вы же помните запись в аккаунте «Белого дома» 8 мая о том, что… О победе США и Великобритании над нацизмом без упометаний Советского Союза. Это искажение, прежде всего, игнорирование фактов истории. Что изменит поправка о сохранении исторической правды? Давайте посмотрим, как она звучит. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Как это повлияет на нашу жизнь? Почему сегодня это настолько важно и необходимо? Пришло время защищать историю и победу. На мой взгляд, все искажения нашей истории происходят по двум причинам, или с двумя целями. Если они делаются на Западе, первая цель – нагнетание антироссийской истерии. Так было вчера, позавчера, так было накануне Крымской войны. И, кстати говоря, истерия во Франции и Великобритании, которая нагнеталась в течение полутора десятилетий, как раз-таки к Крымской войне и привела. Я напомню, что Наполеон умудрился до такой степени разогреть французов Наполеон I, что когда переходили границу с Россией, абсолютная агрессия, нападение на Россию, французы воспринимали это как самооборону, как превентивный удар по государству, которое неизбежно захватит Францию. Это абсурдно, потому что армия России была втрое меньше французской. Тем не менее, вторая цель, которая преследуется, вторая цель навязать нам комплекс вины. Вот тот знаменитый комплекс вины, кстати, к которому мы очень национально-природно предрасположены. Мы любим самотерзание, нам не нужно даже со стороны навязывать. Поэтому навязать нам вообще его легко. Значит, государства, которые в свое время, как Англия, захватили полмира с целью основания колонии, государства, которые торговали неграми-рабами, государства, которые были построены на костях индейцев, сегодня нам навязывают комплекс вины за якобы совершенные нашими предками преступления. Преступления были совершены... И снижают роль. Да, оказывается, они были совершены и в 12-м году, оказывается, и во время Великой Отечественной. Много было чего такого, чего мы должны стыдиться. У нас прекрасная школа историков в Крыму. Поговорите с ними. Они вам скажут, что нам стыдиться нечего. Гордиться есть чем. Но информация, которая вбрасывается изо дня в день, практически каждый день вбрасывается, она приучает нас, кстати говоря, молодое поколение, и самое главное, тех людей, которые не привыкли мыслить критически и не обладают научным фактажом, хотя бы даже на общепопулярном таком уровне, на них эта информация действует. Александр Александрович, поправки позволят сегодня защитить нашу историю от фальсификации? Я думаю, что позволят, тем более, что есть такая необходимость. Вот сейчас было упомянуто 75-е годовщина победы, да? А у нас есть такая вот беда. Жуков, разве это полководец, он трупами завалил, он кровь пролил и так далее, и так далее. В общем-то, мало кто задумывается или побуждает себя заглянуть в какие-то источники. Вот когда говорят о Жукове, ну давайте сравним, Московская битва, да? Жуков командует Западным фронтом, а Конев – Калининским фронтом. У Жукова, ну если брать процентное соотношение, потери составили в общей сложности 13,5%, у Конева 14,5%, да? Кто оказался в выигрыше или, так сказать, у кого выше потери были? Берлинская операция у Конева 5,1%, у Жукова 4,14% потери от общего количества. Так где же вот правда? Правда оказывается в том, что Жуков – великий полководец, что он минимальные потери имел, что он действительно обеспечил успех за счет таланта полководца, а не так, как нам пытаются либеральные историки навязать вот эту, ну я не знаю, как ее называть, лошадь, наверное, даже слабо будет сказано. Это даже не лошадь, не кривитая. Это какие-то оттенки правды на самом деле. Это вот то, что, если мы поправку внесем, то теперь у нас есть возможность говорить о преступлении против нашей истории. Александр Александрович, а я хочу сказать, что в начале апреля власти одного из районов Праги демонтировали памятник советскому полководцу, маршалу Ивану Коневу, который освобождал Освенцим и Чехословакию в мае 1945 года. Самое интересное, что монумент установили в мае 1980-го сами местные жители. Так они решили отблагодарить маршала за то, что он сохранил облик города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма. А вот как прокомментировал это действие Онджей Колорж, глава района Прага 6. У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Можно выходить на улицу, только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос. И вот такой циничный ответ. Спустя годы, по сути, это такая издевка. Позже президент Чехии заявил, что демонтаж — это глупость. Очень много таких случаев. В столице Болгарии Софии совсем недавно говорили о том, что нужно демонтировать монумент, установленный на братской могиле, где покоятся останки 154 советских солдат и офицеров. Ну, вы же помните ту же историю с монументом войны освободителя в Пловдеве, Алеша, которые очень долго просто боролись с ним. Почему сегодня пытались снести, и пока Верховный суд Болгарии не постановил, что этот памятник является памятником Второй мировой войны, сносу не подлежит. Почему сегодня борются с памятниками, с историей? Почему так важно сегодня для них уничтожить нашу историю? Ну, понятно, почему. Потому что, ну, все-таки они боятся роли России, Советского Союза, усиления нашей страны. Вы знаете, мы просто обязаны противостоять вот такому скотскому поведению отдельных политиков, таких европейских, чтобы унизить нашу победу, как-то принизить подвиг советских солдат Великой Отечественной войны. Ну, мы просто своими поправками в Конституцию обязаны напомнить им, что мы внуки, дети, правнуки победителей, мы завоевали мир для всей Европы, для всего мира, именно советский народ, советский солдат. И больше всего погибло советских воинов в эту войну. Сколько мирного населения погибло. Вот там они любят рассуждать, почему Советский Союз был где-то там отставший технологически. А сколько людей погибло в эту войну? Они не хотят задать вопрос, они выжили благодаря нам. Сколько держались эти европейские страны? Три, семь дней, неделю, ну не знаю, ну максимум месяц. Советский Союз победил фашизм, поэтому сегодня им, конечно, вот у них выработался комплекс, что у них не получилось. Их завоевали, где-то они сдались. И вот эта правда историческая, им колют сегодня глаза. Им бы хотелось вычеркнуть вот эту часть своей истории, забыть о ней. Мы им не даем это сделать, потому что мы всячески напоминаем, кто народ-победитель, кто победил в этой Великой Отечественной войне. Поэтому вот эта совершенно неблагодарная позиция отдельных политиков, но она, конечно же, ведет абсолютно в никуда, я в этом уверен. Я уверен, что и в Украине ситуация совершенно поменяется. Хотя, конечно, я помню, когда мы были во Львове, еще в 2011 году приехали поддержать ветеранов львовских, разворачивали знамя победы. Я помню тогда позицию националистов, которые собрались на Холме Славы, на Марсовом поле. Уже тогда эта страна, она катилась по наклонной, и сегодня продолжают это делать. Но вот в том-то вся и наша роль историческая, чтобы наполнить всем, чтобы не допустить оскорбления нашей победы. Это наша, можно сказать, даже всего нашего российского народа, историческая миссия. Вы знаете, поправки не только о гарантиях государства, социальной справедливости, балансе власти, защите трудовых прав. Они, прежде всего, о национальных интересах и ценностях всей страны, о том, что объединяет всех нас. С нами сейчас на прямой связи Евпатория Анастасия Егорцева. Настя, добрый вечер. Что изменит поправка о сохранении исторической правды? Вот как у вас считают? Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, студия. Мы сейчас находимся на мемориале «Красная горка». Это сердце нашего города, символ безмерной скорби и памяти горожан на земляках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Сохранить подвиг старшего поколения на конституционном уровне, пожалуй, одно из важных решений, которое мы можем принять уже в ближайшее время. Рядом со мной сейчас председатель общественной организации Совета ветеранов Александр Елисеев. Александр Петрович, добрый вечер. Среди поправок в Конституцию есть та, которая касается и которая важна для каждого – защита исторической ценности государством. Как вы считаете, для подрастающего поколения прежде всего, что это значит? Я считаю, что поправка в Конституцию для подрастающего поколения не только своевременно, она может лет на 15 опоздала. Почему? Потому что если государство не было обязано соблюдать историческую правду, соответственно, желающие могли писать что угодно о нашей истории, в том числе переворачивать ее с ног на голову. В результате у нашей молодежи размывались нравственные ориентиры и в итоге мы получали, я думаю, телезрители помнят, два-три года назад, уже не помню, Коля такой из Ирингоя выступал в немецком парламенте и извинялся за погибшего какого-то немецкого солдата в Сталинграде. И этому Коле в 17 лет, когда его ровесники в войну уже в этом возрасте тысячи подвигов совершали, даже в голову не пришло. А что этот немецкий вооруженный солдат делал в Сталинграде, прежде чем погибнуть? Поэтому, так ладно, не пришло в голову это Коля, а не пришло в голову его учителям и родителям. И это почему оно не пришло? Потому что в государстве не было ответственных за соблюдение исторической правды и его учителя учились по тем же самым учебникам, что и сам Коля. Александр Петрович, в первую очередь поправка подразумевает недопущение искажения информации о защитниках Отечества ни в каких источниках, а также умолениях подвига. Что могут изменить данные трактовки, если они будут подписаны, приняты в новой Конституции? Во-первых, я уверен, что они будут приняты. Во-вторых, когда в государстве и само государство будет обязано нести ответственность за правду истории, то новые учебники уже напишут патриоты России. Эти учебники изучат, в частности, учителя, которые у этого Коля учили. Они научат своих школьников, своих детей. Со временем у нас появится поколение патриотов России. И в заключение я хотел бы сказать, что я уверен, что у нас в Евпатории не найдется своего Коли, который хоть в немецком, хоть в румынском парламенте додумается извиняться за тех немецких, румынских солдат, которые погибли в Евпатории во время высадки евпаторийского десанта 5 января 1942 года и во время освобождения Евпатории 13 апреля 1944 года. Хотя бы потому, что их никто сюда не звал. Это с точки зрения моей ветеранов Евпатории. Александр Петрович, спасибо большое за ответы. А я отмечу, в Евпатории уже вовсю готовят избирательные участки к голосованию за поправки в Конституцию Российской Федерации. Всего их в городе 38. Елена. Спасибо большое. На связи со студией была Анастасия Егорцева из Евпатории. Вот видите, вопрос еще и в том, что мы, прежде всего, должны сами воспитывать поколения в уважении к защите, к истории и подвигу. Вы же помните про все эти случаи, когда подростки затушили вечный огонь, кто-то решил там же пожарить сосиски, кто-то прикурить от пламени на братской могиле советских воинов. Мы потеряли на этой войне миллионы. И память для каждого из нас, она для нас свята, прежде всего. Но вы знаете, что нет в России семьи такой, где бы непамятен был свой герой. Вот откуда этот душевный вандализм? Как вы считаете, Сергей? Видите ли, мы находимся в информационном поле, обусловленном многими-многими вещами. На самом деле, то, что творится по отношению к истории в Европе, очень примитивное. Сейчас их задача приравнять Сталина к Гитлеру, затем приравнять Советский Союз к Германии, как начавших Вторую мировую войну, затем признать, а Россия это правоприемник СССР, признать преступным Россию и обложить нас репарациями за то, что мы развязали, вы представляете, Вторую мировую войну. Все это закончится тем, что раз вы преступники, мы сейчас обложим вас репарациями. Репарации эти вы выплатить не сможете. И мы отберем у вас заводы, земли. Все очень четко. Европейская цивилизация всегда про деньги. Всегда. И их очень смущает. Они лишились многих колоний и всего остального. Их очень смущает огромная территория нашей необъятной страны. Действительно, молодежь находится в информационном поле. Зайдите в вашу ленту в любом из социальных сетей. Через 20-25 новостей вы попадете на какую-нибудь ложь, которую распространяют о наших героях, о том, как происходило и все остальное. Героя Советского Союза называют алкоголиком. Он разбился, будучи пьяным. А этот герой Советского Союза спал с маленькой девочкой. Откуда вы это взяли? Зачем вы это все... Ну, цинизм и безнравственность, это прежде всего проблема воспитания. Да нет, это атака. Атака вполне обоснованная с их стороны. У них кончаются ресурсы. Так мы сами должны воспитывать на этом колене, прежде всего. Вы знаете, принят закон, который дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации. Новая статья называется «Уничтожение либо повреждения воинских захоронений, а также памятников, стела, белисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». Вот за это преступление теперь грозит штраф от 2 до 5 миллионов рублей, либо до 480 часов исправительных работ, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Но все же скажите мне, вот такие жесткие меры, они разве сегодня способны сделать из вандалов патриотов? Вы знаете, тут есть очень такая интересная связка. Я вот сейчас подумал. Мы укрепляем семью. От семьи очень многое зависит. Почему для меня, например, подвиг наших воин в годы Великой Отечественной, войны свят. Мы переехали в 1958 году в Севастополь. Отец служил на Черноморском флоте. Ну, естественно, надо с городом познакомиться. Поехали на Сапунгору. Эта гора была ни деревьев, ни травы, маленькая асфальтовая дорожка. И нас предупредили в 1958 год. Не сходите с дорожки ни влево, ни вправо. Ну, а почему? Мне же побегать хочется. Я отцу задал вопрос. Отец оглянулся, сошел с дорожки, зачеркнул борт земли, вот так потряс и дал мне осколки. И сказал. А теперь, говорит, представь, вот оттуда, снизу, нашим солдатам надо было до вершины дойти, да, когда град, пуль и осколков. Вот как это? Я до сего дня над этим думаю. Ничего не надо было, да, вот только эта горсть земли и осколки, чтобы убедить в том, на чьей стороне правда. Поправка о роли семьи играет роль. И последнее, что я хотел бы еще вот в связи с этим сказать. Вы знаете, к сожалению, в нашей истории были очень отвратительные моменты, когда памятники, могилы осквернялись, осквернялись теми, кто сегодня зовет не голосовать за поправки. Вспомните судьбу четырех адмиралов в Севастополе. Эта могила была вскрыта в поисках цинка там или еще чего-то. Черепом Нахимовой играли в футбол. Кто понес за это ответственность? Никто. Вот чтобы это не повторялось, поправка Конституции и, соответственно, в законах должна быть принята. Знаете, пока мы не будем заниматься воспитанием, до тех пор у нас, сколько бы мы статей Уголовного кодекса не писали, все равно нужно заниматься воспитанием. И одно из поправок есть о том, что государство обеспечивает условия для духовного, нравственного воспитания детей. И поэтому, вот согласно, что все ведется из семьи, поэтому мы должны воспитывать и детей, и семью. И тогда мы можем говорить о том, что нашу историю никто не будет переписывать в будущем. И те, та молодежь, которая действительно у нас очень много активной, высоконравственной молодежи, которые чтят нашу историю и подвиги отцов, вот они будут основной и направляющей силой у нас в государстве. Конечно же, воспитание во главе угла. Вы знаете, у всех у нас крайне низкий болевой порог относительно всего, что касается Великой Отечественной войны. Можно назвать это генетическим кодом, единая ДНК, но это наша общая связь и для каждой семьи в стране очень личная история. Это, безусловно, бессмертный полк, когда вместе со своими героями в едином строю по всей стране миллионы человек и нет конца колоннам. Это наследие победы. И я еще раз хочу сказать об исторической правде. Пока помним мы, живани, забыть значит предать. И мы должны чтить и защищать правду. Для нас священная память о поколениях защитников Отечества. Вот что думает поправки в Конституцию о сохранении исторической правды герой России космонавт Олег Котов. Поправка крайне важна. Это дает нам правое право, основы, не умаляя вклады всех остальных участников, победителей во Второй мировой войне доказать свое приоритетное и поддержать и доказывать свою роль, приоритетную роль в этой победе над нацизмом, фашистской Германией тем самым, над нацизмом в целом. Потому что возрождение нацизма, мы видим сейчас, что делается на планете, в том или ином варианте, к сожалению, мы видим попытку возрождения нацизма. Этого допустить нельзя. Вы знаете, подводя итоги сегодняшней программы, я хочу спросить у каждого из вас, какая для вас лично из поправок по институцию стала самой важной и почему? Коротко и тезисно. Пожалуйста, Александр. Ну, прежде всего, наверное, это все-таки наш суверенитет. Это самое главное. Что значит суверенитет? Это наше право решать наши проблемы самим, самостоятельно, так как мы их видим, понимаем, без каких-то советников со стороны, без вмешательства извне. Наши законы должны, национальный закон должны иметь приоритет над всеми остальными. Владимир. Безусловно, как для крымчанина, для меня самая важная поправка о неизыблемости наших границ. Ну, я уверен, что ее соблюдение зависит от следующей поправки, которая лишает возможность чиновников иметь двойное гражданство и работать на два фронта. Если эти две ключевые поправки будут приняты, наша жизнь действительно будет гораздо более стабильной и гармоничной. Я полностью согласен с предыдущими спикерами, тем более, что понятие суверенитета, оно включает в себя и национализацию элит, и воспитание молодежи, и нерушимость границ. и, естественно, понятие суверенитета это самостоятельность государства в вопросах внутренней и внешней политики. Так вот, по большому счету, все поправки, которые принимаются, они направлены именно на повышение суверенитета, на повышение самостоятельности России. Поэтому это как бы ключевая вещь, на которую уже все остальные служат способами ее исполнения. Сергей? Молодежь? Что я мог сказать? Появление в основном в законе именно этого пункта важная веха, на которую можно опираться для того, чтобы свершать новое и новое. Конечно же, неделимость границ это даже не обсуждается. Ну а как женщина, мама, бабушка, дети, это важнейший приоритет государственной политики, потому что дети это наше будущее, семья это наша основа. Поэтому эта поправка одна из главных для меня. Знаете, крымчане уже единожды изменили конституцию нашей страны. Я предлагаю всем жителям нашей республики не сидеть дома, не отсиживаться, еще раз сделать, повторить эту историю. Никаких сомнений быть не должно, нужно безусловно поддержать эти поправки, потому что все они направлены на укрепление нашей государственности, на укрепление нашей Родины, на укрепление каждого из нас, каждой нашей семьи. Поэтому все поправки важны и очень важно вот в этот период принять участие в этом голосовании. А сейчас давайте посмотрим на результаты нашего голосования. Мы в самом начале программы спрашивали, могут ли в Крыму обеспечить меры санитарной безопасности во время голосования. 70% наших зрителей считают, что да, могут, 30% считают, что не могут. Как отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, крайне лицемерно выглядят нападки, мол, зачем очевидные ценности прописывать в Конституции? А потом эти же люди спрашивают, какая у нас национальная идея, какие цели у государства? Мы вместе создаем социальное государство. Да, в 1993 году были заложены базовые принципы государственного устройства. Сейчас же мы вносим в основной закон страны ценности, которые станут конституционной нормой. Это патриотизм, это уважение человека труда, это социальная справедливость, преемственность истории, статус русского языка, защита исторической правды. Каждый для себя сам решает, как жить. Думайте и не перекладывайте ответственность. Иногда правда это все, что у нас есть. Верьте только в то, что сами можете проверить. Это же ваша жизнь. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин